Да, добрый-добрый. Добрый вечер. Как исполнять свои желания? Осознать, что они уже исполнены. Они уже все исполнены. Всё, что не исполнилось, это не ваше желание. Это то, что хочет ум. А все желания вашей души, они все вокруг уже есть. Только наблюдайте. То, за чем вы гоняетесь, это не ваше желание. Это ваши шаблоны и навязаны обществом. И они вам не нужны, соответственно. Найдите время вот здесь сейчас осознать, почему. Вот то, что сейчас вокруг вы наблюдаете, и есть ваше желание. Блин, тема желаний такая заезженная в каждом эфире. Давайте что-нибудь вообще на что-то новенькое. А то желания, шаблоны мышления, болячки. Вот одно и то же разбираем. Про квантовую физику уже тоже тысячу раз говорили. Про реальности говорили, про сны говорили. Про параллельные реальности тоже говорили. Или ты была в Казахстане? Нет, не была. Еще не успела. Но собиралась этим летом, не получилось, не срослось. Видать, вы меня не ждали. Так, хочу спросить. Я на днях обрадовалась, что сбылось мое желание. А через минуту мне говорят, что перепутали, и эта вещь ушла. Продалась. А вопрос в чем? Вайлинчик, спасибо. Ты круто. Ты так круто отвечаешь на все-все-все-все-все вопросы. Каждый эфир бомбит. Так, этот мы еще даже и не начинали. Почему все время цепляются пьяные и пьяницы? Что не так со мной? Я не бухаю. Вот давай представим. Если мы творцы, и весь мир — это продукт наших чувств, которые мы подавляем для того, чтобы это все вовне, как в зеркале, мы увидели и рассмотрели это в себе. Все, что мы подавляли, мы могли узнать в себе. То если мы этих пьяниц вокруг себя плодим, то мы себе хотим показать те чувства, которые мы подавляли, связанные с этими пьяницами. Какие чувства вызывают пьяницы? Отвращение там, да? Что еще? Что они там вызывают? И что они хотят показать? Как ведут себя пьяницы? Им вообще по барбану, да, на все. Они выпили, им классно. Они могут по жести делать все, что хотят. Море по колено. Могут встать, поссать в фонтан. Вообще делать такие беспредельные вещи. Что они еще могут делать? Да все, что угодно. У них нет рамок и границ. А вы себе запрещаете. И живете в ограничениях. Много чего запрещаете, то, что вы хотите. И вот пьяницы вам это показывают. Вот они и цепляются, а еще и постоянно, чтобы вам показать, что вы совсем живете, вот прям совсем-совсем в ограничениях и не даете себе свободно дышать. Так, тема отношений. А что там с отношениями? Давай про тело, что нам еда не нужна. Мне нужна. Я только что готовила, и у меня сломалась лопатка. Я мешала мясо с луком. И она просто... Лопатка взяла и поломалась на две части. Я поражала, выставила в сториз. Мне еда нужна. Я поэтому не знаю, что на эту тему говорить. Мы едим. Кто-то для удовольствия почувствовать вкусы, запахи, создать что-то новое, сотворить какое-то новое блюдо в качестве какого-то времяпровождения, что-то узнать. А кто-то ест, чтобы заесть чувства. Мы заедаем чувства едой, потом чувствуем бесчувствие. Но уже потом ничего не хочется. У нас, когда много энергии, мы не знаем, куда ее потратить, что нам делать. Мы заземляемся едой. То есть еда очень нужна нам заземлиться, иначе мы себя некомфортно чувствуем. И чтобы успокоиться, заесть эти чувства, которые мы не знаем просто куда использовать. Мы и кушаем. Чувство голода наступает. Ну, это же чувства, да? А мы это чувство пытаемся не понять, что это за чувство голода, на какие чувства мы голодны. Именно на чувства. Вот. Мы не пытаемся это понять, а мы пытаемся голод, чувство заесть чем-то материальным. Хотя... Когда мы не можем насытиться, мы не можем насытиться чувствами, на самом деле, а не едой. Вот. Еда так, заменитель. Но она нам нужна все равно. Столько полезных нужностей в ней. Ну, просто, если вы реально не знаете, как действовать, чтобы заземлиться, да? Я уже сказала. Еда нам поможет это сделать. Могу я задать в прямом эфире... Чего-чего? Могу я задать в прямом эфире слова из марафона? Что задать? Вы можете в прямом эфире писать что угодно. Единственное, если вы хотите, чтобы я вас добавила в прямой эфир, то нет. Я ждала тебя сегодня. Я вот не собиралась выходить. У меня просто заболела сильно голова, потому что я начала думать о целях, о планах, писать списки желаний. Такая, думаю, это так важно, так надо сделать. Целый день об этом думала, начала писать, прям заболела голова, и я поняла, что я заставляю себя делать то, что я не хочу. Но у меня вчера возник план, что сегодня надо его выполнить, этот план, написать план планов. Короче, вообще. И у меня единственное, что спасает от головной боли, это когда я ни о чем не думаю, а вся направлена в себя. А в себя направлена только в прямых эфирах. И все. Такая, думаю, сейчас выйду в прямой эфир, голова перестанет болеть. Представляете, вот я сейчас вот с вами говорю пять минут, или сколько, семь. У меня не болит голова. Это вообще прикольно. Обычно мигрень у меня, если мучает, ничего не помогает. Только эфир их спасает. Это очень странно. Муж постоянно играет в компьютерные игры. Дети смотрят на него тоже. Не могу понять, что мне так интересно в них играть. Нет, тебе нравится виртуальная реальность. То есть в виртуальной реальности жить, это значит жить в будущем, либо в прошлом. А жить в настоящем у тебя не получается. И как бы муж, дети намекают тебе, что ты живешь не в настоящем, здесь сейчас не проживаешь, каждый миг не ощущаешь его, не чувствуешь, не осознаешь, что ты здесь сейчас есть. А у тебя мысли где-то там летают. И просто вот так тебе дают муж и дети понять о том, что ты не сейчас, не в реальности. И ты еще не начинала уже бомбить. С чего? Пьяница это опять ко мне. Так. А, так, вопрос был, да? Я порадовалась желанию, которое пришло, но раз такое, и не мне оказалось. Вот я думаю, радоваться раньше времени нужно или быть скромнее. Ответ вообще не лежит в этом. То есть, радоваться мне, когда желание исполнилось, или нет? Раньше времени или позже времени, это все не важно. Вот захотите радоваться, радуйтесь. Хотите быть поскромнее, в тот момент так себя и ведите. Потому что, то, что у вас отобралось, это ваше желание, которое якобы вы думали, что исполнилось. Не по этим причинам, то, что вы радовались или не радовались. Вообще не по этим причинам. Вы можете задать себе вопрос, для чего я захотела, чтобы моё желание пропало. Потому что ответ в другой области. От того, что вы будете радоваться или нет, никак не повлияет. пьяные, даже упав, сильно могут, а, сильно, могут не повредиться. Там, где трезвый сломал, вы себе что-нибудь, ну да, страха нет. Думок таких, о, всё, я сейчас себе всё поломаю, о, я сейчас упаду, и что-то со мной случится. Мы-то знаем, наперёд, мы же умные, мы же в сознании, то с нами и случается, да, пьяному всё равно. У меня есть очень много случаев таких классных из истории в моей жизни. Например, случай с соседом. Он был такой, выпивший, на пятом этаже жил, открытое окно было. Я эту историю только слышала от мамы, вот, а мама видела, ну как, скорая приезжала, всё такое, падение не видела, но в общем смысл такой, то что он решил возле окна, открытого на пятом этаже, покачаться в качалке, кресло-качалка. Вот, ну и так покачался, что просто кобарем выпал из окна и упал с пятого этажа. Блин, мне сейчас смешно, потому что он сломал только мизинец. Это вообще весь смысл. Вот же, когда пьяный летел, он даже не подумал, что он летит, топадает, ему было хорошо, у него не было мыслей, что всё, я сейчас умру, сейчас что-то себе сломаю, вот, а реальность, она материализует только наше убеждение. То, что мы убеждены, о том, о чём мы думаем, нашу правду подтверждает. Если бы это был трезвый человек, он бы летел там и думал, ну всё, мне капец, ну конечно бы тот разбился. А этот только палец поломал. На таких случаях реально очень много смешных. Я была вегетарианкой и вообще много себя ограничивала, так как к чему пришли, почему были. Так, а я ограничиваю себя, майонез вредно, алкоголь вредно, ну если не хочется его пить, мне например алкоголь, вообще не хочется пить. А я его не пью, не то, что я там ограничиваю себя, мне он просто не нравится. Нелли, почему я не позволяю себе брать деньги за свои услуги? Хотела сказать, я же не телепатка, откуда я знаю, почему вы не хотите брать деньги за свои услуги? Ну спросите себя. Я по жизни рубаха парень, отдам последнее, как говорится. На выходе всё окей, а на входе не позволение. Ну, значит, надо трансформировать программу брать-давать. Вот. И если вы осознаете, что если вы берёте у кого-то, вы осуществляете желание человека дать, поделиться. Мы не можем не давать и не брать, ну не можем ограничиться только одним даванием или только забиранием. Вот. Возьмём наше дыхание вот с деревом. Допустим, да? Свежие листики. Они что нам дают? Они нам дают кислород. Фотосинтез происходит там на солнце. Они дают нам кислород, но при этом поглощают углекислый газ. Вот. Если я не возьму кислород у этого листика, если я не вдохну то, что он мне даёт, то не отдав, он не сможет поглотить углекислый газ, который я ему даю. Понимаете? То есть он вдруг ну или вот я дышу, да, я такая и не выдыхаю, не хочу давать. Он не получит и умрёт. Углекислый газ. А если он не получит углекислый газ, я не получу кислород. То есть понимаете, что брать это всегда давать. Давать это брать. Если вы не даёте взять себе и не позволяете другому вам дать, то вы не исполняете желания другого человека. То есть вы не просто своё желание не исполняете, вы не исполняете желания и своё, и того человека, который вам что-то давал. Поэтому надо всегда брать и позволить человеку дать. Он не может без этого. Если бы ему не надо было, он бы не давал. У нас постоянный обмен идёт. Вот с каждым человеком, с растением, вообще со всем вот всё, что вокруг творится, у нас всё время идёт обмен. Если мы что-то не позволяем себе, то мы не позволяем всему миру. Просто блокируем всех. Поэтому спокойненько берёте всё, что вам дают. Этим вы позволяете всем вокруг жить. И так же отдаёте. Ничего не держите. Потому что вам сразу же возвращается. Чем больше я дам кислород, углекислого газа растениям, чем больше отдам, тем больше я и получу свежего воздуха и буду наслаждаться вот этой красотой, которая будет в лесах расти. Но я так утрированно конечно говорю, но вы должны понять, что невозможно ничего отдавать без получения обратно. Если вы себе что-то не позволяете, у вас есть выбор. Решить наконец-то, позволить всему миру циркулировать вместе с вами, жить вместе с вами, взаимодействие гармонично или нет, или не позволить. Просто если вы себе не позволяете все это брать, получается, вы весь мир рушите, разрушаете. Но у меня такое мнение. у нас есть соли доможировой, Олечка, не знаю, смотрит на меня сейчас. Эфир про брать, давать. Есть пост брать, давать. Вот прям там не на примере воздуха, на примере Ольга дает ручку человеку, подарок какой-то, ну, дает и не отпускает из своих рук. А девушка хочет взять, и у нее не получается взять, потому что ей вроде как дают, но не до конца. И у них вот этого взаимодействия, она прям на живом примере в видео это показывает, значит, не получается вот обменяться. Одна не дает другое желание исполнить, освободить себя от чего-то, чтобы ей новое пришло. Ну, короче, посмотрите. Брать, давать эфир называется, по-моему, так. Пост точно называется брать, давать. Там прям программу трансформировала. Так, наверное, не буду больше про это говорить. У меня появился поклонник, богатый, замуж зовет. а я как бы Тома Харди красавчика хочу. Прикольно. Что прорабатываю через него? То, что тело не важно или то, что деньги и куча возможностей вот так приходят? Как вы любите усложнять все. Так, если вам поклонник замуж зовет, ваш поклонник замуж зовет, то, а он вам не нравится, неважно, красив он или некрасивый, есть деньги или нет, ну, как бы, пускай мимо идет. Ждите следующего. Зачем вам выходить замуж за деньги? Я просто вопросу не могу понять, типа, чем мне делать? Ждать красавчика или выйти за кошелек? Может, вы думаете, что деньги могут приходить только через мужчин? Муж и брат враги, причем одинаково ведут себя по отношению друг к другу, пытаясь понять, что каждому свое и это к игре не относится или ко мне не относится, или ошибку написали, не пойму, что за слово. Ну, все, не парьтесь, пускай они там сами разбираются. Вы слишком много тратите время на других людей. я так думаю, что эта ситуация показывает вам просто научиться абстрагироваться от внешней вот этой суеты и попробовать заняться собой. Как только вы перестанете туда свое внимание обращать, то это все как-то разрулится в любом случае, потому что вы перестанете подпитывать это своим вниманием. Там ситуация решится. вот, с другой стороны посмотреть, какой у меня внутренний конфликт может быть между одним моим творчеством и другим. Где-то ваше творчество одно со вторым столкнулось. Вот, в какой области лежит ваше творчество, я даже не знаю. Мы можем творить что угодно, как новый день, новых детей, новые рисунки, новый бизнес, новые работы, либо новое тело, неважно, в чем творчество лежит. Вот, где-то у вас конфликт каких-то интересов, потому что обе части конфликтуют, муж и брат близкие и мужские. Значит, конфликт какого-то творчества внутри вас. Или вы не можете выбрать какую-то сторону, одну, чем заниматься, может быть. пока пока не могу даже сказать. Но в любом случае, если вы останете от них, от наблюдений, начнете наблюдать за собой, перестанете кормить их своим вниманием, то у вас будут ответы, что у вас за конфликт такой, если вы на себя обратите внимание. Так, как-то электроэпиляция довольная результатом, вполне очень довольна. Так, парень был, ухаживал классно, щедро, я все это принимала. Но ни от парня мне сложно деньги принимать это всюду, как так? Ну так разрешите себя, перестаньте усложнять. Нелли, подскажи, что нужно делать, чтобы быть с любимым мужчиной, он живет в другой стране и другой веры. Не знаю, я бы забила бы, искала бы нового. Мне вообще тяжко, если человек другой веры, если вообще какой-то веры, кроме себя, мне с ними не интересно. Если к мужу не испытываю чувств, продолжаем жить как соседей, что нужно делать? Уходить. Зачем вы сидите на гвозде? Вот зачем вам это нужно? Посмотрите, какой прекрасный мир, сколько классных людей, сколько классных возможностей. Просто вы уже перестали вместе резонировать. Зачем сидеть и доделывать дела? Брак это на все же есть. Что это за шаблон такой? Все, вам уже неинтересно, вы в это поиграли, идите и дальше новые игры. Там за поворотом, за углом вас ждет мужчина вашей мечты, который будет вас долго вдохновлять. и все такое. Зачем жить с человеком как соседи? Вот к чему? Вас это не радует. Перестаньте делать все, что вас не радует. Начните делать все, что вас радует. Радость это индикатор, что вы делаете все классно, все, что нужно, все правильно. Если вас не радует с ним жить, все, уходите. Нелли, помню, как ты рассказывала, что ешь много тортиков. Да, я уехала с Краснодара от мамы, и вот четвертый или пятый день, сколько я здесь уже нахожусь в Москве, я не ела сладкого до сих пор. Держусь. Хочу проэкспериментировать, что будет, если я не буду есть тортики. Правда, если я их ем, у меня все равно ничего не происходит сверх страшного. Когда ем тортики, я не толстею, у меня нет прыщей, я не чешусь, у меня там никакой аллергии. Не знаю, от тортика у меня никаких нету побочных эффектов, но я хочу посмотреть, если я их не буду есть, что со мной будет. Вдруг побочные эффекты появятся, я точно буду их всегда есть без со зрения совести. Так, у меня сейчас мощная качеля. Меня колбасит. А так мне круто с осознанием, что это я подсветила себе то, что не хотела видеть раньше. А, это типа благодарность, да? про тортики не дописала. Как рассуждать шаблон, что сладкое это вредно? Ну, вредно-полезно, рассудите шаблон. Что все, что вредно, оно полезно, а все, что полезно, оно вредно. Почему? Порассуждайте, просто походите, подумайте. если все состоит из одного элемента, который называется ничего. Это ничего одновременно находится везде в разных формах. Можно было бы сказать сейчас в прямом эфире, да? Возьмем кварк, самую мельчайшую частицу. Но ученые уже доказали, что кварк это не мельчайшую частица, а этот кварк состоит из пустоты. То я вообще не знаю, что может быть вредно и полезно, если все одинаковое. Все из-за одного элемента состоит. И этого элемента еще и не существует. Короче, мне даже сложно представить. Это же мы сами наделяем. Что вредно, что полезно, что плохо, что хорошо, что правильно, что неправильно. Сами решили так в это поиграть. Спросите себя тогда, зачем я хочу играть во вредность и в полезность? Что мне это дает? Какой кайф от этой игры я испытываю? так в чем смысл жизни? Вы все равно мне не поверите. А если у других исполняются мои желания? Ну ваши почтальоны, эти другие это тоже вы, эти другие это те нарисованные Микки Маусы, проекция вашего мышления. Желание исполняется у вас, но вы в это не играете, потому что вас здесь сейчас нет. Будете жить здесь сейчас чувствовать? Здесь сейчас себя быть? То есть будете быть здесь и сейчас чувствовать, наслаждаться жизнью в этот миг? Тогда у вас будет желание исполняться. Но вас здесь и сейчас никогда нет. Вы в будущем, в мыслях, в целях, в планах, в прошлом, воспоминаниях. Вы копошитесь всегда в мыслях. Вас нет здесь сейчас, поэтому у вас нет сейчас желания. Вы их наблюдаете в вашей проекции такой же мысленной. Люди вокруг вас это просто нарисованный Микки Маус, иллюзия. Хотите в это играть ощущая, значит вам нужно начать себя ощущать здесь сейчас. Тогда желание будет исполняться у вас, а не только отражение в зеркале. А смысл жизни он один быть и все. А мы поддерживаем своим вниманием что угодно, кого угодно, но не себя. Внимание к себе у нас зеро, ноль нету. Очень редко о себе вспомнила. У меня был поклонник богатый, но страшненький. Так, Ашифиня мне говорила, выходите за него замуж, операцию сделайте. Вообще жена должна быть красивая, а муж умный. Что за шаблоны такие? Если человеком не резонирует, то это богатство вам потом попирок горла вообще никуда не полезет. это я читаю сообщение, поэтому немножко замираю. Ой, здесь сегодня у нас больше не вопросов, а я что-то сказала уже такие, да, классно, вы поняли. Ты сегодня за 10 минут несколько раз сказала не усложняйте. Ну, да, мы прям все, что-то я усложняю тоже, раз у меня голова сегодня болела. Так, если не есть тортики, то будет грустно. Слушайте, может, у меня голова болит, что я не ем тортики. Так, у меня не проходит аллергия на лице. Аллергия на лице, прыщи на лице, любые кожные заболевания, все, что связано с кожей, особенно с лицом, ну, не особенно про лицо сейчас скажу. Кожа это связь между внутренним миром и внешним миром, то есть то, как вы себя чувствуете и то, как вы проявляетесь. если внешне ваши действия не соответствуют вашему внутреннему состоянию, у вас будут проблемы на коже. Другими словами, вы чувствуете печаль, но улыбаетесь сквозь зубы, либо вы хотите показать себя вот такое, а внутри вы себя чувствуете другим. вы хотите злиться, плакать и рыдать, а внешне вы играете другую роль. То есть несоответствие внутреннего и внешнего. И когда уже внутри вот это зудит, и вы прям очень хотите проявиться и показать себя настоящим, уже появляется зуд, когда уже все чешется в немоготу. а лицо это наше лицо, то есть где вы боитесь показать свое лицо настоящее. Аллергия в каждом эфире у нас разбирается. Маски у нас все носят. По какой причине? Не хотим мы все настоящее свое показывать и себя изучать? Интересно мнение к вопросу в чем смысл жизни. Ну я уже сказала быть. Это наше предназначение быть, изучать себя через этот внешний мир. Мы же есть этот Бог, Аллах. Давайте кто там у нас еще в каких религиях. Мы просто одно единое целое. Играем в игры все забыв, создав себе это тело, чтобы чувствовать и себя изучать. Какие мы все забыли. Представьте, Бог, пустота, ничего. Все знает, все умеет, все неинтересно и скучно так жить. Если вы посмотрите фильм, вот я прям сегодня всю ночь его в сторис выкладывала, господин никто. Там как раз про это очень круто описывается, когда человек по каким-то причинам видел все вот эти параллельные реальности, игры свои, перескакивал, проживал все варианты событий, при этом без забвения. То есть у нас происходит забвение, мы не помним про параллельные реальности, в которой мы сейчас проживаем. между каждыми реальностями у нас забвение. Чтобы крыши не поехать, наверное, не знаю. Кто-то может и помнит. Ну, весь смысл в том, что все забыть и изучать себя, делать все вокруг материальным, чтобы это все щупать, трогать и видеть во всем вокруг себя. то есть быть, существовать, существовать, ощущать себя через все во внешнем мире. Больше предназначения нет никакого. Предназначение родить ребенка или организовать семью или стать великим писателем это заблуждение. Это просто хобби. Мы не можем одним и тем же делом заниматься все время. Нам быстро это надоест. Нам нужна постоянно смена деятельности, чтобы себя познавать во всем, а не только в одном деле. И держаться тоже за одного человека всю жизнь. Зачем? Если мы создаем этих людей, мы сами себя создаем в других скафандрах, наблюдаем, зачем держаться за одну часть себя, когда можно познавать себя с разными частями? Я не призываю сейчас идти спать со всеми. Нет, вообще не про это говорю. А общаться и изучать себя через разных людей. эта вот ревность, непозволение кому-то, и тем более себе еще не разрешение общаться с другими людьми. И вот кроме одного, с кем у меня семья, это вообще бред-бредский. Просто. После недавних твоих эфиров целый день сегодня хожу, слушаю тебя и одно в голове только крутится, какая Нелли умная. Не-не-не, вообще не умная. за комплимент спасибо. Нелли, ты все время здесь сейчас? Нет. Я очень часто улетаю в думки, в какие-то прошлые вспоминаю, или когда, допустим, я общаюсь с людьми, и у меня включается анализ какой-то, я сразу увижу, ну, какие последствия могут, вернее, как прошлое может привести его к каким-то последствиям в будущем, сразу у меня такая тын-тын-тын-тын, я уже понимаю, что у него там будет, такая нет, зачем я это делаю. Я очень сильно погружаюсь в анализ других людей, забывая, что как бы все, что я думаю о человеке, это все мое, и он просто резонирует в данный момент со мной, чтобы я себя изучала. Я из этого выпадаю. То есть, когда я чувствую по отношению к какому-то человеку или событию какое-то чувство, я иногда забываю, что это чувство в моем теле, оно мое, и в это время просто нужно обратить внимание на это чувство, что оно мое, я в себе его чувствую. А у меня такое перекладывание ответственности включается. Ну, я опять вспоминаю, конечно, что, блин, опять я ухожу куда-то непонятно и возвращаю себя здесь сейчас довольно часто возвращаю. Еще тренироваться и тренироваться. Но весь и смысл проживать с интересом эту жизнь и тренироваться, видеть, как ты это все создаешь, причинно-следственную связь. И от того, когда ты осознаешь эту причинно-следственную связь, какими желаниями ты вот это все создаешь, что ты сейчас чувствуешь, ты в это время испытываешь офигенную радость. И просто тебе так кайф, так классно. И в этот момент любые мысли, которые бы ты в потоке, когда находишься, не подумал, оно раз и случается. У меня каждый день какие-то чудеса происходят, ну, вообще расчудесные. Я вот только подумаю о человеке, он звонит. Только подумаю, раз, уже сообщение от него, хотя мы там 10 лет могли не видеться с ним, не слышаться. Только я хочу, чтобы ко мне пришел человек и предложил мне что-то по дизайну. Сразу несколько дизайнеров мне начинают писать личку. Здравствуйте, а вам не нужен дизайнер? Блин, меня это удивляет. Сегодня точно так же, но сегодня было, блин, как каждый день, в принципе, очень много событий. Вот только я думаю, мне нужен вот такой человек, раз, он пришел. Мне нужна вот эта, раз, она пришла. Я хочу сыра. приехала Оля, привезла сыр. Вот просто подумала, а оно сразу осуществляется. Причем мысли материализуются именно тогда, когда я помню о том, что я нахожусь здесь, а сейчас, и не уплывая куда-то мыслями в другие места. Понятно, мы не можем постоянно находиться в состоянии, вот что я сейчас чувствую. Это неинтересно. очень интересно побыть и помечтать о будущем, построить планы. Вот я сегодня в начале эфира сказала, что сидела, писала желания, и у меня начала болеть голова. И я поняла, что мне нужно в 10 сейчас, то, что в прямом эфире я смотрю на себя, я говорю, и я всегда анализирую, что каждое слово сказано мне. Все вопросы, которые я читаю, я сама себе задаю и сама себе отвечаю. И я в прямых эфирах всегда об этом помню. Когда нет прямого эфира, я не всегда помню. То есть, человек мне пишет в интернете, я давай про его жизнь рассказывать, там, про прошлое или будущее, там, какие у него проблемы, блоки, там, что с ним делать, и забываю это на себя переложить. А в прямых эфирах нет. И вот говорю, даже голова перестала болеть. Блин, так круто. Для меня это показатель. Так. Я в будущем, в апреле 2021. Там я увольняюсь с работы. Откуда ты знаешь? Если ничего не вредно и ничего не полезно, тогда почему алкоголь и сигареты вредны? А кто сказал, что алкоголь и сигареты вредны? Нет, это шаблон, что они вредны. Ты говорила в позапрошлом эфире про алкоголь, что это вредно. У нас шаблон есть такой, и с этим шаблоном вы никуда не можете пойти. Вот есть шаблоны, допустим, что земля круглая, да, а не плоская. И я не знаю, сколько нужно веков, чтобы рассоздать этот шаблон, что земля не круглая. Но это тоже шаблон. И про алкоголь точно так же. Этот шаблон просто так не издастся, что вы вдруг наделите алкоголь суперполезным. Хотя здесь тоже я бы подумала, потому что я знаю многих людей, которые говорят, алкоголь всё лечит, никакая зараза не пристанет. Ты заболел, выпей из топар водки с перцем и всё, и вылечишь. У тех, наверное, шаблон, что алкоголь полезный. Короче, я даже вот уже задумалась, не знаю прям. Он и полезный, и вредный. Для меня он полезный алкоголь тем, что если я его выпью, я потом двое суток болею с мигренью. И этим самым это очень полезно. то есть зачем мне его пить, чтобы потом как овощ пить. Поэтому я его не пью. Ну и получается, он вредный, потому что делает меня овощем. Но полезный тем, что он меня спасает от мигрени. Короче, вредно-полезно рассоздала прямо сейчас для себя. Ну и я, короче, я поняла. Для меня алкоголь и вредный, и полезный одновременно в зависимости, как я его использую. Как всегда получать желаемое? Быть здесь сейчас и осознавать, что всё и так желаемое уже получено вами. А веганство это тоже своя реальность? Или других кушать и правда не надо? Блин, каждый играет в свою игру. Я не знаю, это и неплохо и нехорошо. Я даже не оцениваю. Кому-то очень легко чувствуется, когда он не ест мясо. Вот. Мне по барабану ем я его или нет? Ну, я его ем, когда хочу, но ем очень редко. Меня практически на него не тянет. Раньше я прям, 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 прям объедалась мясом и без мяса есть, без мяса жить не могла и есть ничего не могла без него. Короче, мне надо обязательно было в блюдах, его много. Сейчас наоборот. Я к нему настолько нейтрально отношусь, что почувствовать просто кайф костра, запах шашлыков и съесть кусочек вот хочется, потому что навевает интересные эмоции. Ну, а так, чтобы вот просто мясо съесть, ощутить его как-то там в желудке, мне такого нету. Если нравится, не есть, почему нет? Я в этом деле единственное бы, что сказала, не навязывайте другим людям, вот вы веганы и жуйте свою траву, да, вы едите мясо, вот и жуйте, не надо навязывать другим, что кому есть, да, и что делать. То есть, каждый пускай выбирает еду какую-то.